Обычно это usually, normally или generally. Какая между ними разница? Часто это often или frequently. Иногда это sometimes или occasionally. Какая разница между sometimes, sometime и sometime? Как сказать раз в год, раз два дня, дважды в неделю, четыре раза в неделю, как-нибудь на этой неделе, где-то в прошлом году и многое другое. Сегодня у нас очень разговорные видео и тренажеры, очень много нужной языковой практики, вам придется много говорить и быстро реагировать. Поверьте, вы здесь здорово прокачаете ваши разговорные навыки. Сегодня у нас наречие частотности, которое отвечает на вопрос how often? Как часто? И без них просто нет разговорного английского языка. Даже если вы уже немного знакомы с этим материалом, вам нужно, чтобы вас дергали в практическом плане, заставляли говорить и быстро реагировать. Не забываем, что знать и уметь это абсолютно разные вещи. И я хочу, чтобы вы не только знали, но и умели на практике. Давайте сначала ознакомимся с этими наречиями на небольшом тренажере. Я добавлю индекс частотности в процентах, чтобы вам было легче визуализировать, с какой частотой происходит действие, если вы используете то или иное наречие. Here we go. Always. Всегда. Usually. Обычно. По привычке, по обычаю. Normally. Как правило, обычно. Generally. В основном, обычно, в большинстве случаев. Often или often. Часто. Frequently. Очень часто. Регулярно. Постоянно. Sometimes. Иногда. Occasionally. Время от времени. Изредка. Временами. Seldom. Не часто. Редко когда. Rarely. Редко. Очень редко. Крайне редко. Hardly ever. Практически никогда. Почти никогда. Очень редко. Дословно, едва ли когда-либо. Never. Никогда. Ever. Когда-либо. Вообще. Вообще когда-либо. Once a month. Раз в месяц. Twice a week. Два раза в неделю. Дважды в неделю. Three times a year. Три раза в год. Four times a day. Четыре раза в день. Every other week. Раз в две недели. Каждую вторую неделю. Every other day. Раз в два дня. Каждый второй день. Sometime. Как-нибудь. Когда-нибудь. Где-то. О прошлом или будущем. Sometime this week. Как-нибудь на этой неделе. Sometime a few months ago. Где-то несколько месяцев назад. Sometime. Некоторое время. Немного времени. Какое-то время. Теперь уточним значение близких по смыслу наречий, чтобы не делать ошибок в речи. Уверен, вы узнаете много нового. Итак. Seldom и Rarely. Оба имеют значение редко. Seldom. Более формальное слово. Чаще используется в письменной или официальной речи. Rarely. Несравнимо чаще используется в разговорной речи. По значению seldom и rarely это практически одно и то же. I seldom see her during the day. Я редко когда. Не часто вижу ее днем. В течение дня. Я редко смотрю телевизор. Я обычно сижу в интернете. Чтобы различать их в тренажерах, будем переводить seldom как не часто или редко когда, а rarely как редко. Generally, usually и normally. Все они объединены общим значением обычно. Но есть маленькие нюансы, которые носители чувствуют. Легче всего запомнить их употребление по их латинским корням. General – это общий, основной. Generally – это обычно, то, что происходит в большинстве случаев, в общем, в основном, в целом. Мелкие детали и исключения не имеют большого значения. I generally have dinner at six. Я обычно ужинаю в шесть, в основном. Так обычно получается в большинстве случаев. Usually. От латинского «usus» – обычай, привычка. Это обычно, то есть то, что происходит по привычке или обычаю. I usually have dinner at six. Я обычно ужинаю в шесть. Это моя привычка. Я привык ужинать после работы. Normally – обычно. Может использоваться как usually и generally. Но оно также имеет отдельный оттенок. Normally связано с понятием нормы, правила, расписания. Это то, что происходит обычно, потому что это соответствует норме или расписанию. Normally связано с оценкой. То, что правильно и отвечает норме. То, что обычно делают или не делают нормальные люди. Поэтому normally часто переводится как правило. I normally have dinner at six. Я обычно ужинаю в шесть. Я, как правило, ужинаю в шесть. Это мое правило. Я считаю, что нужно ужинать не позже шести. Так правильно делать. Normally часто употребляется в отрицательных предложениях, чтобы подчеркнуть, что обычно так не делают. Акцентируем нарушение нормы. I normally wouldn't do this. But this time... Обычно я бы не стал этого делать. Но в этот раз... People don't normally walk about naked in public. Люди обычно не разгуливают, не бродят голышом на публике или у всех на виду. Это неправильно, ненормально. Occasionally и sometimes... Это синонимы. Общее значение – иногда. Sometimes – это чисто иногда. Occasionally – это время от времени, изредка, временами, от случая к случаю. Occasionally – реже, чем sometimes – иногда, но чаще, чем rarely – редко. Occasionally – более формальное. Sometimes – более разговорное. В остальном, в практическом плане, occasionally и sometimes – это практически одно и то же. I sometimes wash dishes. Я иногда мою посуду. I occasionally wash the dishes. Я время от времени, изредка мою посуду. Often и frequently. Оба имеют значение часто. Они взаимозаменяемы в большинстве случаев, но есть небольшое различие. Often – это нейтральное слово, когда что-то происходит много раз, чаще, чем иногда. Не обязательно регулярно, просто много раз за какой-то период. Кстати, в зависимости от региона, штата или графства, может произноситься often или often. Будьте готовы распознавать на слух оба варианта. Frequently – это очень частотное часто. Чаще, чем often. Плюс, frequently характеризуется регулярностью, периодичностью, высокой частотностью с короткими интервалами. Поэтому frequently может также переводиться, как регулярно или постоянно. Frequently подразумевает привычку, рутину, обычай или график. We frequently eat tries. Мы очень часто, регулярно или постоянно едим рис. Практически каждый день. Мы так питаемся. We often eat cakes. Мы часто едим торты, но не каждый день, когда у мамы есть время на это. Это происходит часто, но нерегулярно. FAQs means frequently asked questions. Или frequently asked questions. FAQs, оно же ЧВЗ, означает часто задаваемые вопросы. Вопросы, которые задают регулярно, постоянно. Сравните. Я часто, регулярно, постоянно хожу в спортзал. Несколько раз в неделю, в одни и те же дни. Я часто хожу в зал. Хожу туда часто, когда у меня получается, но четкого графика нет. В быту также, особой разницы нет. Можно использовать и то, и другое. Sometimes, sometimes и sometime. Они очень похожи, но имеют разные значения. Sometimes – это иногда. С ним мы более-менее знакомы. Sometimes I drive to work. I sometimes drive to work. I drive to work sometimes. В начале предложения sometimes акцентируется больше всего. Что-то вроде «А иногда я езжу на работу на машине». В середине и конце звучит более нейтрально. Sometimes обозначает неопределенное время в прошедшем или будущем. Как-нибудь, когда-нибудь, как-то или где-то, плюс указание времени в прошлом или будущем. Он приехал где-то на прошлой неделе. I'll call you sometime this week. Я позвоню тебе где-то или как-нибудь на этой неделе. Sometime in the future we'll spend a whole Sunday together. Как-нибудь в будущем мы проведем все воскресенье вместе. Sometime – это некоторое время или немного времени. It'll take some time. Это займет какое-то время. Это займет немного времени, некоторое время. I need some time to think. Мне нужно некоторое время, чтобы подумать. Мне нужно немного подумать. Call me when you have some time. Позвони мне, когда у тебя будет время. Появится время. Теперь переводим эти наречия на английский. Быстро и в темпе. Отработаем скорость, реакцию и произношение. Вам нужно ответить во время короткой паузы, до того, как прозвучит подсказка. Если вы не успеваете, значит вы еще не готовы к спонтанной разговорной речи. И вам нужно поработать еще. Тренируйте, пока не будет получаться быстро и легко. То есть спонтанно. Начнем. Let's get started. Не часто. Редко когда. Seldom. Всегда. Always. Время от времени. Occasionally. Обычно. Usually. Практически никогда. Hardly ever. Иногда. Sometimes. Часто. Often. Often. Как-нибудь. Где-то. Sometime. Редко. Очень редко. Rarely. Когда-либо. Когда-либо. Вообще. Вообще когда-либо. Ever. Никогда. Never. Некоторое время. Sometime. Как правило. Обычно. Normally. В основном. В основном. Generally. Часто. Often. Often. Редко. Крайне редко. Rarely. Вообще. Когда-либо. Ever. Очень часто. Регулярно. Регулярно. Постоянно. Frequently. Практически никогда. Hardly ever. Иногда. Sometimes. Изредка. Время от времени. Occasionally. Не часто. Редко когда. Seldom. Какое-то время. Sometime. Очень часто. Постоянно. Регулярно. Frequently. Когда-нибудь. Где-то. Sometime. В основном. Обычно. Generally. Когда-либо. Вообще. Ever. Почти никогда. Практически никогда. Hardly ever. Редко. Очень редко. Крайне редко. Rarely. Немного времени. Sometime. Изредка. Время от времени. Occasionally. Редко. Крайне редко. Rarely. Редко когда. Нечасто. Seldom. Как-нибудь. Где-то. Sometime. Почти никогда. Hardly ever. Никогда. Never. Нечасто. Редко когда. Seldom. Когда-либо. Вообще. Ever. Раз в месяц. Once a month. Раз в два дня. Каждый второй день. Every other day. Два раза в неделю. Twice a week. Как-нибудь на этой неделе. Как-нибудь на этой неделе. Sometime this week. Три раза в год. Трижды в год. Three times a year. Через какое-то время. In some time. Четыре раза в день. Four times a day. Раз в две недели. Каждую вторую неделю. Every other week. Где-то несколько месяцев назад. Some time a few months ago. Через некоторое время. In some time. А теперь поработаем с полными предложениями. Работаем над реакцией, слитностью и произношением. Я всегда встаю в шесть. I always get up at six. Обычно я так не делаю. Normally I don't do this. Я часто читаю в постели вечером. I often read in bed at night. Ты вообще убираешь свою комнату? Ты когда-нибудь убираешь свою комнату? Я практически никогда не пьянею. I hardly ever get drunk. Мы время от времени едим фастфуд. Я обычно хожу пешком на работу. I usually walk to work. Я, как правило, ем три раза в день. Я редко, когда солю еду. I seldom put salt in my food. Она редко готовит. She rarely cooks. Я обычно никогда не пью, но в тот день я выпил много. Он почти никогда не ошибается. He hardly ever makes mistakes. Они постоянно или часто встречаются на кофе. They frequently meet up for coffee. Ты когда-нибудь бывал в Новой Зеландии? Have you ever been to New Zealand? Обычно или, как правило, я не ем фастфуд. Normally I don't eat fast food. Fast food. Он не часто улыбается. Он редко, когда улыбается. He seldom smiles. Я изредка, время от времени, работаю ночью. I occasionally work at night. Гарри практически не видит детей, потому что много работает. Harry hardly ever says his children because he works much. Он вообще помогает тебе? Does he ever help you? Джулия работает почти каждый день. У нее почти нет выходных. Julia works nearly every day. Almost every day. She hardly ever has a day off. Они никогда не говорят спасибо. Она редко играла с другими детьми. She rarely played with other kids. Давайте как-нибудь соберемся в ближайшее время. Let's get together sometime soon. Я обычно или, как правило, не езжу за рулем ночью. I don't normally drive at night. Он редко, когда выигрывает. He seldom wins. Мэл хороший механик. Он всегда любил машины. Мэл хороший механик. Он всегда любил машины. Он всегда любил машины. Она слишком стара и редко выходит из дома. Он всегда находит время заниматься спортом. А я нет. Я обычно никогда не беру в долг, не одалживаю. Но у меня нет другого выбора или выхода. Она вообще готовит? Она когда-нибудь готовит? Does she have a cook? Я в основном или обычно ужинаю в шесть. Он приехал где-то на прошлой неделе. He arrived sometime last week. Я, как правило, или обычно ужинаю в шесть. I normally have dinner at six. Я занимаюсь плаванием дважды в неделю. I go swimming twice a week. Он очень редко опаздывает на работу. He's very rarely late for work. Ее обычно нет дома днем, в течение дня. She isn't usually home during the day. She's not normally home during the day. Он постоянно или часто путешествует или ездит по работе. He frequently travels for work. Я время от времени или изредка мою посуду. I occasionally wash the dishes. Я часто, регулярно, постоянно хожу в спортзал. I frequently go to the gym. Она всегда заказывает шоколадный торт. She always orders chocolate cake. Извините, я обычно так не разговариваю. Sorry, I don't normally talk like this. Они практически мне не звонят сейчас. They hardly ever call me now. Он вообще спит? Он когда-нибудь спит? Does he ever sleep? Мой брат никогда не согласится на это. My brother will never agree to that. Я часто хожу в зал. I often go to the gym. Она никогда не ложится спать раньше полуночи, до полуночи. She never goes to bed before midnight. Иногда я езжу на работу на машине. Sometimes I drive to work. I sometimes drive to work. I drive to work sometimes. Ты так спокоен? Ты вообще когда-нибудь нервничаешь? Ты когда-нибудь волнуешься? You are so calm. Do you ever get nervous? Это займет какое-то время. Немного времени, некоторое время. It'll take some time. Я обычно ужинаю в шесть. I usually have dinner at six. Она практически не приходит на мои вечеринки. She hardly ever comes to my parties. Я обычно не пью кофе после четырех. Я никогда не был в Швейцарии. Я никогда не был в Швейцарии. I have never been to Switzerland. I've never been to Switzerland. И реже I haven't ever been to Switzerland. Позвони мне, когда у тебя будет или появится время. Call me when you have some time. Я часто вижу Кристин, когда бываю в городе. I often see Christine when I'm in town. Ты там когда-либо бывал? Have you ever been there? Я обычно ем хлопья на завтрак. I usually have cereal for breakfast. Он часто сидит в интернете. He often serves the internet. He often serves the internet. Обычно я бы не стал этого делать, но в этот раз Я очень часто или постоянно слышу это. Каждый день. I frequently hear it. Every day. Мэгги уже старая и она довольно часто забывает вещи, то есть многое не помнит. Мэгги уже старая и она очень часто забывает вещи. Ты часто ходишь туда? Do you often go there? How often do you go there? Не очень часто. Может раз в месяц. Not very often. Maybe once a month. Я позвоню тебе где-то на этой неделе. I'll call you sometime this week. Я обычно или, как правило, пью кофе только утром. I normally have coffee only in the morning. I normally drink coffee only in the morning. Я иногда мою посуду. I sometimes wash the dishes. Вы часто здесь бывали? How often have you been here? Вы часто пьете? How often do you drink? Я практически не пью алкоголь. Я почти не пью. После многократной работы на тренажере вы начнете запоминать сами предложения, времена и ситуации, которые с ними связаны. Предложения, которые вы запомните и попрактикуете в речи, сформируют общие шаблоны или модели ситуации на интуитивном уровне. То есть вы автоматически будете знать, как сказать в определенной ситуации. Останется сосредоточиться на том, что сказать. Это и есть доведение речи до автоматизма. Не переводить в голове, не вспоминать формулы времен, а говорить, говорить, говорить. Не бойтесь ошибок. Они не враги, они друзья. Они подсказывают, что не так, помогают вам корректировать вашу речь. Поэтому, если вы говорите с ошибками, это уже хорошо, потому что вы говорите. Это уже победа. Это гораздо лучше, чем правильно молчать. Ошибки постепенно уйдут. Главное, замечайте их и анализируйте. Берите материал небольшими порциями, по одной минуте и прорабатывайте по кругу десяток раз. Пока не почувствуете уверенность, беглость и слитность. Помните, что вы не столько тренируете конкретные предложения, сколько шаблоны или модели ситуации. Вам просто нужно их заездить, проговорить и понять. Каждый раз, воспринимая задания, воображайте ситуации, как в кино. Не смотрите на предложение, как набор слов. Вы должны увидеть за словами картинку, смысл того, о чем говорите. Теперь можете подписаться, если еще не подписаны, поставить лайк и нажать на колокольчик. Тогда к вам будет приходить уведомление о выходе нового тренажера, и вы его не пропустите. Practice makes perfect, and I'm sure you're gonna be fine. Поддержите канал комментариями, поделитесь ссылкой на видео с друзьями. Я очень благодарен вам за поддержку и участие. Поделитесь своим опытом, расскажите, с какими проблемами вы сталкиваетесь. Задавайте вопросы, я постараюсь на них ответить. А на сегодня все. Let's call it a day. See you soon.